Добрый день! Сегодня 17 марта 2020 года. Я вам говорила о том, что у нас практически не будет роликов по покупкам. Но они все равно в моей жизни случаются, даже когда я ничего не планирую покупать. Первонаперво я сегодня связалась с продавцом гриля. И очень скоро он привезет, если не сегодня, то завтра. Хочу иметь еще в этом доме и газовый гриль. И я видела, как зять подошел в магазине к совершенно новому, за пять сотен буквально. И ребенок говорит, нет-нет, они здесь дешевле в Коско. Потому что когда мы ходили в магазин, который настоящий, хозяйственный, там они значительно дороже. То есть есть смысл здесь брать? Я говорю, ребят, давайте будем брать. Я совсем недавно была в этой ситуации, когда я все отдавала за копейки. Просто за копейки. Потому что мне это либо перевозить и не знать, куда одевать, либо от этого хоть за сколько-то испавиться. И я нашла гриль буквально за 100 долларов. Ну и мы договорились, что за 15 долларов мужчина его привезет. Хочу иметь гриль на каждый день вот такой. У нас-то был там угольный, и мой зять любит угольный. Но я думаю, что газовый есть смысл иметь, потому что вот когда девочки только дома выскочил быстренько, мяско какого-то пожарило или даже овощей. Я думаю, что сегодня мы практически каждый день же жжем вот этот свой пит, который у нас костер на улице. Я очень люблю смотреть на открытый огонь, и я тут уже коробочки какие-то жгу, а какие-то я складываю, потому что у меня же еще предстоит переезд. И неизвестно, как у деток все сложится. Я не все коробки жгу, но я походила тут по местности, набрала веточек, и у меня на сегодняшний день еще они есть. Тут есть куда сейчас прямо переключить или нет? Нет, вот сейчас нет. Я покажу, вот они передо мной лежат, их буквально ломаешь руками, они все высохшие и хорошие. А сегодня мы с дочерью полдня провели в соседнем городке. То есть я же очень много-много-много раз вам рассказывала о том, что американская деревня – это никакой не страх, что вы живете в деревне, но обязательно рядышком какие-то ближайшие городки уже в 15-20 минутах, а в получасти или в часе огромное городище. И все мои слова осуществляются относительно меня тоже. Я сейчас вот живу в такой маленькой деревне. И ближайшая деревенька от меня, ближайший поселочек побольше в 10 минутах, потом есть в 20 минутах, и в получасти, и в 40 минутах. И вот мы сегодня ездили в центр города Гриер. 40 минут получилось, хотя мой сядь работает в Гриер, и уже только он работает на BMW, и он ездит до работы, ну, полчасика все равно у него уходит. Он так интересно ездит в одну сторону козьими тропами, то есть вот по этой дороге, а другую по хайвею так у него ведет его навигатор, пока он пока никак не может, это, уставший же с работы едет, чтобы соображать, куда же, откуда же я заехал-то, чтобы туда поехать. Эта же дорога ему больше нравится, когда вот он спокойно, без, не по прямой ездит, а вот такими извилистыми путями на очень большой скорости, чтобы наслаждаться. А я пока предпочитаю ездить скоростными дорогами, привычка такая, ездить быстро и по прямой. Вот сегодня такая возможность была, мы кое-что купили в дом, для дома. Я купила себе табуреточку, потому что у меня была удобная-удобная все эти 15 лет она у меня была. Женщина покупала в любимом магазине хозяйственном, там на кнопочку нажимаешь, она превращается в ступеньки, в небольшие, а на кнопочку нажимаешь снова, и она такая плоская досточка. Удобно очень держать, когда надо, достал, нажал, подпрыгнул и снова спрыгнул, а я ее не стала забирать. Я на ней еще красила, она не очень хорошо выглядела у меня, и вместо того, чтобы ее либо почистить, либо закрасить, я решила ее не брать. Оказалось, что вещь нужная. Поэтому я ее купила и была готова покупать такую же, если мы доехали до хозяйственного магазина. Но мы в маршал зашли, потому что мне в ванну нужны полочки какие-то, там нет даже полок для белья, как обычно бывает в ванне, и надо что-то подкупать. Мы искали, и я купила вот такую вот ступеньку, стульчик. Она очень хорошо раскрывается, я ее не взяла, сейчас я ее сниму отдельно и в это место вставлю. Вот она моя табуреточка, степ-стул называется. Она выше, чем был тот стульчик, которым я пользовалась много-много лет, но тот был металлический, с очень серьезной пластмассой. Этот тоже пластмассовый, но цена его раз в пять, наверное, дешевле, чем мой был предыдущий. Но я не экономлю, я просто не доехала до хозяйственного магазина, я была готова за 50 долларов купить и тот стульчик, к которому я привыкла. Но думаю, что к этому я привыкну тоже очень быстро. Он собирается, так нажали по бокам, вот просто-раз просто, вот таким плотким он становится. Его можно повешать или можно к стеночке поставить. Тут у меня стоял рядышком со стиральной машиной в лондрии, потому что лондрии примыкала к кухне. А чаще всего я его использовала для кухни, а этот я купила для того, чтобы использовать у себя в гардеробной. Но это было запланированное. Полочки попадутся, если то купить, ну а ступеньки обязательно мне нужно было купить. А то, что не запланировано было, это очередная сумка. Но она мне не очень не нужна, но нужна оказалась, потому что она вот на таком длинном ремне. Я теперь очень люблю носить через все тело вот так вот, чтобы она у меня болталась. И та сумка, которая у меня есть, она уже так года два, наверное, я ее ношу или полтора. Практически не снимаю, и поэтому все остальные сумки в стороне. А ступенька-то мне нужна как раз, чтобы на самую верхнюю полку у себя в клозете расставить свои сумки. Я от каких-то избавилась, а какие-то все равно привезла. И у меня черная одна, единственная сумка осталась старая, старая. Я ее привозила из Таиланда, она из ската, из рыбы. Шикарная сумка, она уже старенькая. И там сбоку карман под телефончик, и видно, что еще телефончики на вас были вот такие. А это итальянская сумка от Валентина. Мой ребенок любит эту фирму. Она не очень известна в России, ребенок, говорит, неизвестна. Но я много всяких подержала в руках, просто так, чтобы подержать. Потому что ребенок мой любит очень сумки. И она ходила вокруг них, но и я походила. Она мне подает это, говорит, мама, во-первых, она правдичная кожа, во-вторых, она совершенно легкая, и в ней вот такие огромнейшие отделы. Вот это один, вот это точно такой же второй. И между ними на кнопке вот такой огромнейший. Огромнейший. То есть я теперь смотрю сумку так, чтобы и очки было куда положить. Ну и вот эта вот сумочка, кармашек под телефон. То есть не надо ничего открывать. Я ее всю закрою, и сюда уже в эти отделы буду класть то, что должно быть либо закрыто, либо то, что куплю. А вот сюда в серединку очки их легко доставать. Часто я их меняю все еще. Солнечные, я же не покрыла те очки себе. Вот эти для чтения, те у меня на все, на все время. Там в них и читать можно, но я никак не привыкну. А тут вот такая замечательная кнопочка. Вот мы прямо с вами убираем вот эти вот заклепочки. Мне понравилась эта сумка. И она говорит, мама, она рыжая, я вокруг к черному. Она тебе все равно всегда подойдет, что бы ты ни надела. Ну то есть у меня будет еще одна сумка. Я то не буду отказываться. Вот которая цветочек у меня синенький такой непонятный. Она тоже подо все подходит, я ее ношу. Но все-таки купила в Маршале. Купила всего за 60 долларов. Была 110 когда-то. Вот такую раз замечательную сумочку я приобрела. И ребенок приобрела. Ей тоже не надо сумку. Мне-то надо такую. Но она вот тоже говорит, ой-ой-ой, как мне хочется, чтобы она была у меня через плечо. И она такая же легкая, но у нее только один отдел под телефон. Тоже Валентина. И впереди один большой отдел. Она говорит, но он очень емкий. Оно не все организовано. А ну здесь еще кармашек, конечно, внутри. Еще один кармашек на замочке внутри. Но она достаточно вот такая объемная. То есть сюда все войдет, что вы пожелаете. И она захотела такую сумку. Она любит такие яркие сумки, всякие разные. Вот это наше приобретение, по-моему, тоже 60 долларов. Вот показано, что кожа настоящая. У меня тоже где-то оно висит. Вот на моей тоже эта кошечка висит. Что все правдичное. Все правдичное. И цена. Ну, по-моему, она тоже говорила, что мы обе взяли сумки за 60. Так вот мы прошлись сегодня по магазинам. У нас наконец-то вышло солнышко. Наконец-то стало тепло. Хотя с утра мы ездили, я куртку накидывала. А девочка жилеточку накидывала. Хорошо вместе день провели. По многим магазинам прошли. Все, что надо, приобрели для дома. Мне еще нужно смотреть. Я когда распакуюсь, я вам покажу, как я устроилась. Пока очень медленно распаковываюсь. Всегда что-то надо. Вчерашний день вот дома посидела. Поэтому я много-много сделала. А сегодня еще ни одной коробки не распаковала. Пойду хотя бы штучки две-три. Надо гараж освобождать. Я уже с кухни все убрала. У себя там наверху все коробки распаковала. Теперь из гаража заносим. Причем мои очень хорошие грузчики забыли некоторые коробки унести наверх. Потому что я им сразу не дала уносить. Сказала, что ребята, вы пока их оставляете в гараже. Потому что мы сначала должны на втором этаже расставить мебель. А потом уже ставить коробки. Потому что пока мебель не стоит, не надо все это загромождать. Иначе мы не сможем все расставить по местам. А потом я просто забыла им напомнить это. Все поднять наверх. Они с удовольствием, конечно, про это забыли. И поэтому работы у меня больше. Либо я бы там прямо в двух-трех шагах все это размещала. Либо я бегу вниз в гараж. Через здесь этот большой первый этаж. И ношу это на себе. Но зато я вот такая стройная-стройная. Хотя устала вчера. Вот много работала. Устала. Но надеюсь, что за эту неделю я все уже раскидаю. И смогу вам показать, где я так хорошо устроилась. Не знаю, говорила ли я вам или нет. Дети, когда приезжали сюда. Они на два дня приезжали выбирать себе дома. Зять знал, что он будет работать в Грире на БМВ. И они искали вот в округе. Причем вот первый дом, который они смотрели. В горах он очень хотел. Еще в горах не жили здесь. Там тоже и земля у них. Им уже вот надо землю свою. Privacy называется у нас тут. Поэтому мы заборы вот из деревьев будем ставить. Чтобы у нас вот все равно перед нами озеро и те соседи. Летом-то не будет видно из-за деревьев соседей. То есть определенная вот privacy будет создана. А он еще в горах хотел пожить. Ой, его хочу, не могу. То есть дети выбрали четыре дома. С хозяевами которых они борядились. Делали бы им предложения. И в каждом доме они смотрели так, чтобы для меня было удобство. Для меня и для Люси, чтобы было удобство. И парочка домов были даже с отдельным входом. Ребенок мне говорил, что мам, смотри, ты вот здесь живешь. И вот здесь вот по этой тропинке выходишь. Это твой настил из дерева. И ты сразу к озерку спускаешься. Многие заметили, что красиво перед домом. Вернее, за домом. Вот за домом то, что вы видите в окне. И то, что я покажу еще сегодня дом с той стороны вам. И тут наше озерцо вы увидели немножечко. То есть красиво. Американцы любят выбрать хорошее место. И вокруг вот именно этого маленького прудика все настроили дома, чтобы был вот такой прекрасный вид. И практически каждый дом, который они смотрели, они в таких живописных местах. Но меня очень радовало, что они говорили, мама, смотри, ты вот здесь будешь. Ты вот так вот. Ну и здесь я сегодня проснулась и думаю, дочь, как хорошо. Котенку говорю, дочь. Люси, Люси говорю, дочь, а смотри, как хорошо, что детей наших сюда перевели. И спасибо Женечке. Я думаю, что все-таки он об этом побеспокоился. Потому что мы бы с ней там жили на первом этаже. Там было две комнаты тоже свободные, обе спальни. Мы бы там с ней жили. Но на первом этаже всегда бегают собаки. То есть она бы была в большей опасности, чем здесь. Я надеюсь, что они сдружатся. Но не знаю, не знаю, как девочка-то у нас уже очень возрастная. А мальчишки-то легко бы подружились. Я их тоже допишу, сюда же ставлю. У нас будет это такой капустник. И покупки, и думай, как он выглядит пока снаружи. И собачки вы просите о том, чтобы я показала. Не только Люсю, но и ее теперешних братьев. Они ко мне очень хорошо относятся. Потому что я их и завтраками кормлю. И периодически хоть чего-то маленечко пихаю. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Сказали не кормить, но по капелюшечке чего-нибудь даю. И они это быстренько поняли. И за мной, и за мной везде. Так проявляют, проявляют свои чувства. Что порадовало моего зятя. Вот, потому что он все считает, что ой, собаки целый день без меня. Значит, их тут недолюбливают. Конечно, конечно. Еще как любим, еще как бережем. Все у нас разомечательно. Ты будешь кушать сегодня? Пойдем кушать. А то сейчас придет брат все съест. Давай, мой красивый. Давай, мой хороший мальчик. Пойдем кушать. Нет. Пошли. Пойдем сюда. Иди, мой хороший мальчик. Иди сюда. Смотрите, бабушка все приготовила. Иди сюда, Баксик. Иди, мой маленький, иди сюда кушать. Хочешь? Иди, хороший. Иди, мой хороший, иди. Иди, мой сладкий. Иди сюда. Иди скорее. Сейчас все скормлю другому. Будешь знать. Смотри, сейчас брат твой придет и все съест. Пойдешь кушать? Пойдешь? Модный сильно. Будешь кушать? Иди, мой золотой, иди кушай. Вот так. Сейчас брата впущу. Все. Сейчас брат придет. Вот так вот у нас брат. Вот. У нас хороший аппетит. Всегда хороший аппетит. Ну и что ты остался без завтрака снова? Вот так вот и сиди. Спасибо, мои золотые, что заходите и на этот канал тоже. С вами была Галина Асми. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Пока.